Включились в работу. Сегодня избранные депутаты Можилиса приняли свое первое важное решение. Им предстояло одобрить или распустить действующий кабинет министров. О доверии к чиновникам народных избранников спрашивал премьер-министр республики Карим Масимов. Каким был ответ и как прошло первое рабочее совещание с участием президента? Расскажет Илья Рыбин. Историческое событие для шестого созыва можилисменов. Первое рабочее совещание с участием обеих палат парламента, кабинетом министров и главы государства. Нурсултан Назарбаев в очередной раз подчеркнул важность стратегических программ и необходимость принятия целого ряда новых законов. Глава государства выразил большой уровень доверия к новоиспеченным депутатам и, пользуясь случаем, пригрозил чиновникам. Я чувствую сейчас желание чиновников опять спустить на тормозах кое-какие вещи. И из ста шагов, которые мы наметили, ничего не должно поправляться, ничего не должно искравляться в угоду каких-то чиновников на местах. Я еще раз предупреждаю. Депутаты уже обустроились в просторных кабинетах, оценили сервис по доставке на служебных автомобилях, освоили предоставленные им государственные квартиры, а теперь осталось лишь принести присягу на Конституции. Клянусь верно служить на ладу Казахстана. Сегодня же прошло и первое пленарное заседание. Главным вопросом стало избрание председателя палаты. Претендент оказался всего один. А вот каким образом за него голосовать, мнения разделились. Прошу поставить на голосование, может быть, открытым голосованием? Зачем? Бюллетени, тайным голосованием? Регламентом, по-моему, председатель палаты избирается тайным голосованием. На этом и решили. Раздали 107 бюллетеней. Единогласно победил Пакты Кожа из Мухамбетов, в прошлом работающий министром энергетики и минеральных ресурсов, Акимом Западно-Казахстанской и Атыраусской областей. Его заместителями стали Владимир Башко и Гульмира и Симбаева. Теперь уже полноценный рабочий состав мажелиса должен был принять решение о компетентности кабинета министров. По Конституции депутаты имеют право выразить либо вотум доверия правительству, либо его распустить. Но сенсационных заявлений не прозвучало. Я не первый раз стою перед вами, не первый раз стою за этой трибуной. И так же, как и в первый раз, когда глава государства выразил мне высокое доверие и назначил премьер-министром нашей Родины, я хочу еще раз сказать, что я был, есть и остаюсь верным помощником нашего президента. Большое спасибо за доверие. С сегодняшнего дня депутаты мажелиса парламента приступили к своей основной работе законотворческой деятельности. Время на адаптацию новичкам не дали. Президент поручил продумать ряд реформ, сделать пятидневное школьное обучение, принять единый налоговый таможенный кодекс и усовершенствовать законодательные акты по вопросам управления местным бюджетом.